здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня с вами снова я анна и будем смотреть с вами обзор моих покупок в магазине светофор здесь примерно продуктов на 3000 рублей вот столько продуктов и других средств можно накупить на 30 тысячи рублей в магазине светофор все посмотрим сравним цены с другими магазинами поехали и начать свой обзор я хочу замороженных овощей очень часто в комментариях вы пишите отзывы свои по замороженным овощам из светофора и большая часть конечно же этим овощам овощами этими довольно если вы недовольны пожалуйста в комментариях все продукты которые сегодня покажу обязательно комментируйте вот именно эта фасоль я вижу по адресу производства что она производится там же где и продукция талоста и у меня есть подозрение что по качеству на абсолютно такая же что вы найдете замороженных овощах от талоста поэтому я лично этой фасолью очень довольна покупаю ее постоянно бывая в светофоре мои домашние ее очень любят стоимость ее 100 рублей 90 копеек за килограмм в правом верхнем углу или давайте в левом верхнем углу я буду сравнивать с ценами в других магазинах там же в светофоре я покупаю вот эту мексиканскую смесь и еще цветную капусту в этот раз и и не было а вот из этой мексиканскую смесь великолепно добавлять например в супы по качеству она она отлично и стоит она всего 92 рубля 90 копеек за целый килограмм в составе этой замороженной смеси есть морковь зеленый горошек фасоль стручковой резаный перец сладкий сладкая кукуруза фасоль красная бланшированная и здесь вы можете увидеть адрес производства то васильский остров 19 линия именно по этому адресу расположена фабрика компании то следующее что хочу показать это вот эти чипсы показывают их очень многие кто закупается в светофоре за 300 грамм вы платите 82 90 и здесь конечно не не доживают до обзора моего уже успели вскрыть причем не очень удачно и можно вот так вот посмотреть на эти чипсы они вкусные они действительно вкусные единственное что меня очень саму лично смущает это вот эти черные пятна технологи или кто разбирается в производстве что означает вот эти пятна на картофеле то есть картофель возможно сырье было не самое качественное для изготовления этих чипсов но они в отличие от тех же лэй спринглс и прочих они очень натурально имеют очень натуральный вкус вкус именно картофеля и если вы посмотрите возьмете например вкус просто чисто с солью то там тоже такие же пятна но они очень прямо напоминают просто обыкновенные обжаренные картофель дома как вы относитесь кстати к этим чип следующий продукт который мы уже пьем это вот это вот молоко ультра пастеризованное здесь один литр производит разливает его москва и стоит она 3290 при мне очень хорошо брали это молоко прямо можно сказать по пять по шесть пачек хранится она долго массовая доля жира 3 2 мне она впал меня она вполне устраивает вот оформление такое у него видите традиционном русском стиле в общем это молоко явно пользуется популярны кстати вот покажу вам сразу свой чек из магазина светофор чтобы вы не сомневались что все вот это и еще к кстати кое-что стоит в светофоре 3000 пила также в светофоре вот этот майонез мистер рико 6290 стоит вот этот большая упаковка 67 процентов и здесь в упаковке 800 миллилитров фикс прайсах мы знаем тоже сейчас просто продается этот майонез вот такая вот цена 6290 в светофоре также вот светофоре приобрела вот этот мистер рико тартар очень вкусный соус сейчас идут шашлыки без соусов никак и светофоре вы тоже можете их приобрести тем более производитель известный так вопросу что светофоре сейчас заходит очень много брендов сейчас светофор в наш по крайней мере завозит большое количество сухофруктов и вот эти финики за 1000 грамм 82 80 видите еще упаковка не вскрыта но отзывы по всем сухофруктам были очень положительные этому напишите пожалуйста уже в кему в комментариях как вам эти чернослив 1 килограмм 129 90 арахис 74 90 как я вам его переверну и здесь 500 грамм а вот миндаль 500 грамм стоит 345 90 но если вы посмотрите цену на миндаль других магазинах вы конечно будете сильно удивлены он стоит гораздо дороже этот миндаль не самый сортовой я уже об этом говорила он меленький но вкус миндаля присутствует я думаю что все что вы ждете от миндаля вы от него получите также приобрела в светофоре вот эту крупу пшеничную под бренда пассим здесь 4 пакетика по 100 грамм на 8 порций одна девушка в комментариях написала что пассим это старейший производитель из томской области когда она сама родом из томской области и всегда где видит бренд пассим она всегда его покупает у него есть также и не пакетированные формы и отзывы всегда прекрасные поэтому тоже смотрите там есть и рис и другие крупы под этим брендом светофоре и также в мои покупки вошли вот эти овсяные хлопья производит их орловская область это тоже хлопья второй раз я покупаю 1000 грамм очень хорошего качества варится всего пять минут быстро вкусно полезно по качеству нареканий у меня забыла вам показать инжир сушеный 164 90 500 грамм он стоит вот так интересно упакован и изготовлен этот инжир приехал к нам светофор из тур внутри упаковки он выглядит вот так халва 500 грамм 3690 изготавливает ее комбинат азовский все его знают по вкусу очень классная классная халва поэтому тоже я ее покупаю не первый раз мне он она очень много в светофоре и продуктов под брендом эрман вот конкретно эти йогурты йогурты которые чуть большего развеса мои дети пьют с удовольствием мне тоже они всем устраивают данном случае ты ябра яблоко груша аромат и там еще есть маракуйя со вкусом маракуйя и большие еще упаковки чуть больше чем вот эти тоже очень вкусная вещь молочный коктейль со вкусом клубники в данном случае похоже коктейли есть в фикс прайсе также изготовитель этих коктейлей на сам город москва вот здесь состав написан этого молочного коктейля по вкусу это конечно как и все такие продукты похоже очень вкусно и здесь один литр этот раз повторно приобрела еще вот этот попкорн сладкий 300 грамм изготавливает его новосибирская область единственное что хочу сказать пока он ехал из новосибирска стало очень очень много мелких кусочков в этом попкорне я покупаю второй раз вот посмотрите то есть кто любит крупный попкорн здесь вот достаточно большая доля вот этих мелких частиц также показывала вот эту икру в своем обзоре из кабачков не смогла удержаться производит ее беларусь и здесь 460 грамм стоит эти 460 грамм 29 90 всего и сейчас завоз большой продуктов из белоруссии например там еще была красная фасоль по вот под вот этим же брендом если вы пробовали напишите я сейчас баночку это вскрывать не очень хочу но в ближайшее время обязательно ее продегустируем ну и конечно покажу вам состав все здесь очень прилично и ничего лишнего как мне кажется вопрос к вопросам бренда в светофоре посмотрите светофоре стали завозиться например маги и вот камис тоже вот эта горчица франц французская я такую горчицу очень люблю в других магазинах частенько покупаю и хорошо добавлять салаты она хорошо сочетается кстати еще и с мясом в комиссии я думаю вы тоже не будете сомневаться это известный производитель изготовлена в польше и в светофоре он теперь тоже есть еще из моих таких массивных покупок за 368 рублей вот этот вот 368 рублей вот эта вся головка адыгейского сыра производится она в городе ижевск дата изготовления указана все указано цена за килограмм получается 259 90 я ее еще пока не вскрывала но я думаю что ничего такого там не будет удивительного это будет вкусный адыгейский вот кстати хотела еще показать с прошлой закупки у меня осталась упаковка не стал ее выкидывать капучино классический 300 грамм купленной в светофоре тоже видите упаковку уже закончилась мы все знаем что фикс прайсе сейчас есть такие капучино в маленьких пакетиках и я в свое время когда работала в офисе у нас был такой автомат вот если вы когда-нибудь видели что в него засыпают так вот это капучино именно то и есть если вы хотите сэкономить деньги на автоматах с кофе с капучино вы можете приобрести вот такую упаковку и там насыпаете одну треть чашки заливаете кипятком и получаете точно такое же капучино как в автоматах только платите не 25 а по моему 50 рублей вот эта упаковка и вам хватит ее раз на 10 чашек на 3290 также приобрела вот такой крем с творогом с огурцом и зеленью вот такая вот здесь упаковочка она запаяна я еще его не скрывала не тестировала производит все это омская область если вы видите вот но такой ассортимент из омской области он часто там еще есть и плавленые сыры из омской области амичка продаются и вот это тоже из этой же серии про также за 180 грамм 31 90 стоимость вот эта икра моего имитированная но это я вообще вам не рекомендую честно сказать я один раз купила имитированную игру я по глупости и и схватила я не увидела вот этих вот крупных частиц конечно так бы я покупать ее не стала но может быть в комментариях кто-то напишет кто-то ел когда-то вкусную имитированную икру со мной такого не случалось все это всегда невкусно вот этот продукт у меня даже не будет скрываться наверх лавровый лист 850 за 30 грамм и привет всем из саратовской области город энгельс именно у вас производится этот этот лавровый лист и при вас вскрою пакет смотрите что внутри есть неоднородные листочки есть палочки я иногда покупаю лавровый лист фикс прайсе кстати там он тоже с такими палочками вот есть и такие листочки но в принципе принципе большая часть нормальных листов нет вот смотрите видите с черными такими пятнами тоже листы есть и купила набор за 139 90 конфет невский кондитер это известный наш питерский производитель достаточно известный 96 года видите он работает вес этих конфеток здесь один килограмм внутри и вот здесь написано какие конфетки сюда входят вот часто в комментариях я слышу кстати многие покупают именно вот конфеты в светофоре потому что в целом они получаются дешевле чем других магазинах еще купила вот эти вот вафли за 55 90 здесь видите 600 грамм и привет всем из ростовской области эти вафельки производится у вас пряники яшкина 3490 здесь внутри 350 грамм представлять эти пряники не нужно я думаю все их прекрасно знают это такой пряник в белой глазури из самарской области в больших количествах сейчас к нам завозят вот эти печенье кика здесь кило 200 и стоит это удовольствие вот это все 209 90 сейчас я покажу какая внутри печенька у меня как всегда никто не удержался сей его вскрыли конечно вот такое печенье а внутри вот если вы видите такая как бы помадка да но не помадка как мармелад она достаточно вкусная нежная и естся очень быстро и сейчас там по моему еще светофоре есть с вкусом апельсина еще также приобрела ссылка сыр косичка копченая смотрите за килограмм 284 90 заплатила за вот эти вот 446 грамм 127 64 по моему производит его кошкинский мпз может быть я не права может посмотрела не на тот не на тот значит ценник но вроде бы так и по вкусу очень вкус и еще не дожила до моего обзора вот эта колбаса вареная молочная мы делали окрошку и она отлично туда пошла это обычная самая обычная вареная колбаса что у вас мироторг будет делать из туалетной бумаги но грубо говоря эту вареную колбасу но без нее кстати никак не обойтись в оливье в той же окрошки очень вкусно получается здесь 900 грамм и практически не дожил до моего обзора сразу съели мои дети вот этот вот рожок изготовлен он москве стоимость одного рожка 1190 он сделан в виде сахарного рожка с мороженым но внутри как бы творог и в маленьком виде мои дети съели сразу кто-то писал отзывы что он невкусный наверное он слишком приторно сладкий скажу так но я вот лично большего не буду покупать потому что пользы в нем ноль тут если состав почитать составчик такой такой себе как все глазированные наверное сырки но по вкусу это вкусно за 52 90 светофоре можно еще вот килограмм вот такого вот печенье с ароматом топленого молока изготавливает у нас город санкт-петербург также светофоре я приобрела сухие завтраки например вот эти шарики виде я их уже вскрыла шоколадный 450 грамм производит челябинская область по вкусу нормальные стоимость этих шариков 42 90 за 43 90 та же компания хрустаем производит вот эти хлопья кукурузные 500 грамм скажу сразу вот если вы так посмотреть состав а кукурузная крупа и крупа манная вот эти хлопья они по сравнится всеми остальными которые мы привыкли хлопья они жесткие то есть плюс у них в том что они будут долго размокать в молоке да но с другой стороны мне кажется они слишком жесткие я наверное такую такую покупать больше не ну еще также покажу вам подушечки 42 80 они стоят здесь также 500 грамм 550 даже грамм нижний новгород производят они скажем так тоже чуть-чуть может быть жестковаты как по мне и показываю туалетную бумагу сейчас ее привезли в светофор просто в неимоверном количестве вот такая трехслойная 8 рулонов стоит 80 90 и 2 рулона бумажных полотенец 33 90 тоже завезли их в огромном количестве там же можно приобрести сейчас за 100 рублей по моему подставку деревянную под эти полотенца ну и закончить свой обзор хочу на вот этих влажных салфетках аура 200 штук 53 90 они стоят светофоре сравнимо обязательно цены с фикс прайсом ну и вот такая гора продуктов сегодня я вам показала на 3000 рублей можно купить светофоре большая часть продуктов я абсолютно довольна не могу сказать счастлива но довольна ну а я с вами прощаюсь на сегодня ставьте мне лайки пишите конечно же отзывы до свидания и до новых встреч